Завершается третий этап всеобщего декларирования этого года. В настоящее время 67 тысячами физическими лицами региона была предоставлена декларация об активах и обязательствах. В Хокшетау представители Департамента государственных доходов области напомнили, какое имущество принадлежит отражению. В стране с начала года ведется очередной этап всеобщего декларирования. Декларацию представляют по месту жительства индивидуальные предприниматели лица, занимающиеся частной практикой по месту нахождения. Представители ведомства отметили, что данные меры обеспечат справедливое налогообложение и снижение уровня коррупции. На третьем этапе с 1 января 2024 года декларацию предоставляют руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. По области количество таких лиц составляет чуть более 91 тысячи человек. По состоянию на 7 сентября текущего года декларацию об активах и обязательствах форма 250 предоставлена 67 тысячами физическими лицами, что составляет 73%. За непредставление декларации предусмотрена административная ответственность. Первый раз предупреждение, а на второй раз специалисты могут выписать штраф в размере 15 МРП. Декларация об активах и обязательств форма 250 предоставляется для фиксации накопленных активов и обязательств на дату вхождения в систему декларирования. При этом сведении о зарегистрированных в уполномоченных органах Республики Казахстана недвижимом имуществе транспортных средствах отражать декларации не надо, так как эти все данные есть в органах государственных доходов. Отметим, декларацию об активах и обязательствах можно предоставить в электронном виде через кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, а также через мобильные приложения ЕСАЛАХ МОБАЙЛ и ЕГОФ МОБАЙЛ. Декларацию представляют в органы государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2024 года.